Две группы дошколят из двух садов на пороге важного события. Буквально через несколько минут они станут эколятами. А значит отныне каждый обязан быть с матушкой природой на «вы» и нести свои знания дальше. Хват тяжело, а есть бригада! 200 сотен, все немало сада! Не больше 7 минут длится выступление агитационных бригад. Сегодня это не конкурсное испытание. Дошколята делятся своими знаниями в области охраны окружающей среды. Эти мальчишки и девчонки знают, как защищать природу. Надо не бросать мусор на землю, не стрелять в птичьи крогатками, не ломать деревья. Нельзя бивать желчков, ловить змей и мусорить. Когда с мамой гуляем, мы никогда бумажки не выбрасываем на землю. Несколько недель продолжались репетиции. Коллектив детского сада готовил сценарии и костюмы для выступления. Свою лепту в этот праздник внесли и семьи воспитанников. Выставка «Мир живой природы» – прямое тому доказательство. Правильно, полезно, приятно. Мой ребенок пришел домой и стал рассказывать, что мы должны охранять природу. Было очень приятно. Но в рамках этого было дано задание сделать экологическую поделку. Помог интернет. Мы из пластиковой бутылки сделали бабочку-махаон. Веселый гурьбой в компании с охраняемым обитателем Уссурийской тайги детвора продолжают познавать природу. Но уже на улице. Задание одно для всех – разукрасить всю планету. Традиция есть. Встреча Дня Земли, празднование Дня Рождения Земли. Она проходит уже ежегодно на протяжении нескольких лет. Но такой фестиваль, он, конечно, впервые. Проводится он в рамках национального проекта природоохранного, который называется «Экалят и Дашкалят». Это только первый день фестиваля. Впереди показ экологических сказок, конкурсы и эстафеты. Ольга Муравьева, Антон Вайцеховский, Телемикс.